Всем привет, друзья! В этом видео мы напишем простой бит с таким необычным больным вайбом. Потом я покажу, как его правильно свести. Покажу фишки, как вы можете вытянуть хорошее звучание из одного mp3 файла. Ну а потом сведем вокал, записанный на этот бит. Также я покажу мастеринг. Не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. И погнали к видео. Так, начнем делать бит. Откроем плагин с Mi от Arturia. И здесь я возьму вот такой вот пресет. Тональность у нас будет C minor и вот такой вот паттерн. Все, вот такой вот рисунок и просто дублируем на 4 такта. Такой типичный паттерн, знаете, для битов. Агрессивный banger type или что-то такое. И теперь откроем еще один с Mi. И здесь есть очень классный звук в разделе орган, сила цент и вот так он звучит. Только у него я выключу дилей и вот такой вот будет у него паттерн. Как вы видите, я часто использую прием с полутонами. Это очень сильно помогает добавить агрессивности в HB. Также вот в первом паттерне я это использовал. Сделаем вот такой вот velocity. Как-то вот так. И давайте послушаем. Теперь сразу же их закидываем на микшер, объединяем на одном канале, куда я накину RC-20. Просто с пресетом винил и уберу шум. Дальше. Этот инструмент звучит слишком в центре, поэтому я накину на него небольшой ревер, чтобы его расширить. Все, и также на эту группу я накину Half-Time и эквалайзер, где срежу низ. Теперь размещу ее на плейлисте. Можно сейчас автоматизировать Half-Time. То есть вот так вот растяну. Все, и теперь будем приступать к драмке. Создал новый паттерн, и для этого бита я использовал в большей степени драмкит Cashmoney IP. Возьмем вот такой вот басок. Клэп. Такой довольно агрессивный хай-хэт. И стандартный рэк-кик возьму из своего будущего драмкита на 10 тысяч подписчиков. И давайте прописывать. Начнем с хай-хэтов и клэпа. Добавим пробежек на хай-хетах. Просто продлеваю их на Ctrl-L и буду добавлять пробежки, выделяя ноту и нажимая Alt-U. Здесь делаю вот такую вот лесенку по Velocity. И эту половину продублирую и опущу просто на ноту. А-шарп. И готово. И да, в этом бите у нас и паттерны мелодии, и паттерн драмки будет всего лишь на 4 бара. И теперь будем прописывать 808-й. Давайте его подготовим. Посмотрим, на какой он ноте. Это также можно сделать через тюнер. Я использую G-тюн. Я нажимаю на клавиатуру Q, это то есть нота C. И как мы видим, он играет на тон выше. Выбираем ноту D. И более того, он выше еще на 15 центов. Меняем рэндж на 1, минус 15 центов. Все, готово. И будем его прописывать. Так, давайте прибавим BPM. 125. Накинем софт клипер на мастер и пропишем кик. Он будет не всегда вместе с басом. Вот, максимально простая мелодия. Простой паттерн 808-го. Единственное, добавляем вот таких вот небольших акцентов, чтобы совсем уж скучно не было. Ну и все. То есть 4 элемента драмки и простая мелодия. Все, что нужно для бэнгера. И вот так выглядит структура. И теперь на мастере я вешаю в фруте Balance. Я автоматизирую крутилку громкости. И в местах, где у меня паузы, просто буду делать вот такую яму. И, кстати, я очень часто наблюдаю ошибку у новичков, которые делают автоматизации. Вот, как видите, у меня получилось. Автоматизация неровная. И вы ее на глаз вот так вот никогда не выровняете. То есть, никогда у вас так не получится, видите? А все, что вам нужно, это просто выделить первую точку на правую кнопку мыши. Скопировать ее значение. И вставлять вот эти точки, которые вы создали. И тогда у вас будет ровная, хорошая автоматизация. И также забыл сказать, что я всю мелодию поднял на октаву вверх. И вот так она стала звучать. То есть, поярче добавилась энергия. Круто. И теперь давайте я вам покажу, как правильно сводить биты для продажи. А затем мы сведем его так, как сходит обычно. То есть, в клипер, пережатый, громкий. И потом сравним, как будет звучать трек с правильно сведенной версией и с пережатой. Итак, давайте начнем. Во-первых, давайте понизим громкость всех инструментов. Снимем софт клипер с мастера. И сейчас просто делаем баланс громкости. Все, и теперь уже можно сочинить кик с басом, например. Сделаю это лимитером. Вообще, желательно бит сводить сразу с вокалом. Вы сразу вычисляете полезные частоты голоса и вырезаете их в мелодии, чтобы она не мешала голосу. Но мы сейчас сделаем это наобум. Откроем эквалайзер. Сразу же срежем низ. Итак, частота, которая будет мешать голосу, это где-то 600 Гц. Тут ее не так много. Уберем вот чуть-чуть. И в принципе, это все, что требуется сделать с мелодией. Главная концепция правильного сведения битов, это просто не пережать. И дальше вы поймете почему. И здесь на самом деле кроется ответ на вопрос, почему я не свожу свои биты в других видео. А все потому, что это не имеет смысла. То есть достаточно просто подобрать хорошие звуки и выставить баланс громкости. Ну, может даже прямо в ченнел-реке. То есть искать какие-то резонансы, я не знаю, срезать какие-то частоты вон в ударных. Это имеет смысл только тогда, когда вам уже прислали проект на сведение с вокалом. По мне, так лучше не тратить время и просто идти и писать следующий бит. Теперь давайте экспортируем этот бит в MP3. Ну и теперь давайте сведем бит так, как это сводит большинство битмейкеров, то есть для продажи. То есть убираем сайчейн, кидаем софтклипер. Посмотрим на его громкость. Ну, минус 13 довольно тихо, давайте подожмем лимитером. Ну все, минус 8, минус 9 в пике. Я думаю, нормально. И экспортируем. Но еще что очень важно, это то, что вы можете, конечно, делать вот так вот биты в клипер. Но просто когда вам нужно будет скинуть бит артисту, вы именно убираете все обработки с мастера. И рендерите WAV-файл именно через канал микшера. То есть через мастер. Вот для примера я срендерил WAV-файл через меню экспорт. И второй через запись мастера на микшере. И вот давайте просто посмотрим. Вот WAV-файл через менюшку экспорта. Как вы видите, все пики срезаются на нуле, что нехорошо. Вот как вы видите, он клипует. И уже артист в своем проекте накинет софт-клипер. И у него будет бит вместе с вокалом красиво сжаться. Будет такое приятное расщепление под бас, что называется. Все, я думаю, с этим понятно. И теперь давайте я вам покажу, как можно вытянуть хорошее звучание из mp3-файла. Но перед этим я хочу порекомендовать вам сервис Яндекс.Музыка. Яндекс.Музыка входит в подписку плюс мульти. А помимо нее туда входит кинопоиск HD. Скидка 10% на комфортные поездки в Яндекс.Такси. И по ссылке в описании все это доступно на 90 дней бесплатно для новых пользователей. Подпиской плюс мульти можно делиться до 4 человек и до 10 устройств. Так что оформляйте подписку по моей ссылке и слушайте музыку без рекламы. Смотрите фильмы и сериалы, ездите на такси со скидкой. И получайте еще множество бонусов 3 месяца бесплатно. Ну а теперь возвращаемся к ролику. Итак, я открыл пустой проект и открыл нашу лимитированную mp3-шку. Первая фишка, о которой я вам хочу рассказать, это как добавить баса. На любой другой канал микшера мы вешаем мультибэнт компрессор. Ну или можно использовать любой другой плагин, который умеет солировать определенную область частот. Залинкуем нашу mp3-шку на этот канал. Все, отлично. И после него мы накидываем какой-нибудь сатуратор, например, Little Radiator. Микс на 100% и теперь мы будем подмешивать этот сатурированный бас к нашему основному файлу. Следующим образом. Все, можно так оставить. Следующая фишка вам поможет расширить ваш бит. Конечно, это можно сделать и мейджером, но более интересный способ и более хорошо звучащий, это используя Pro C2. Здесь пока что убираем threshold, выставляем ratio где-то на 2, переключаем в режим мастеринга. Атаку и релиз выставляем примерно вот так. Убираем автогейн и самое интересное, переходим в режим sidechain. Здесь мы включаем срез низких частот и срез верхних частот. То есть нам из компрессора нужно исключить весь низ и весь верх. То есть оставляем только вот эту серединку, нашу мелодию. Теперь немножко давайте опустим трэш-холл. И теперь особо не заморачиваясь, просто повторяйте, что я делаю. Вот это внешнее кольцо посылаем влево примерно на 8 децибел. А внешнее кольцо сухого сигнала посылаем вправо также где-то на 8 децибел. И сейчас будем поднимать drygain и послушать разницу. Добавилась side-составляющая у мелодии. То есть тут фишка именно в том, что мы скомпрессировали mid и потом добавили side у сухого сигнала. И также что еще стоит сделать, это вырезать side-составляющую у баса. То есть появляется пинок и в дальнейшем это нам поможет вытащить больше громкости. Итак, и после записи вокала по пунктной я делаю следующее. Записываю лид вокал в мелодайн и ровняю его по BPM. После этого, если есть какие-то даблы, я их ровняю в Revoice Pro. И только потом приступаю к эквализации, компрессии и так далее. И в этом видео выравнивание я не буду показывать, а приступим сразу к обработкам. Так давайте послушаем вокал без обработок и с обработками. Я как псих, в кармане ножи. Я как псих, а мне дьявол долчит. Я как псих, рубашка висит. Я как псих, меня не спасти. Я как псих, меня не спасти. Я как псих, в кармане ножи. Что можно сразу заметить, так это то, что он довольно низастый. Эта информация нам пригодится в эквализации. Неприятного низа довольно много вырезаю. Все эти неприятности я вычисляю вот таким вот образом, просто солирую области и вот так прослушиваю. Есть такой приём, особенность, называется зеркальная эквализация. То есть, грубо говоря, если в инструменте или вокале много низа, можно не вырезать его, а просто поднять вверх. И это будет практически то же самое, что мы вырежем вот эти вот все области. Но очень грубо говоря, надеюсь, вы меня поняли, это просто такой факт. Резко вокал начинает звучать приятнее. Дальше у меня в цепочке висит Z-noise, потому что у меня довольно много посторонних шумов. Но сейчас он у меня отключен, потому что он даёт дикую задержку. Дальше real-time tune. Выставляем здесь тональность. Я как всех в кармане ножи. Ну и крутим вот эти два параметра. Чем меньше, то есть это самый жёсткий тюн. И дальше можно его немножко ослабить. Далее я накидываю 3D-эсера. Я как всех в кармане ножи. Я как всех, а мне дьявол дал щит. В целом в этом вокале не так много эсок, но иногда они так сильно выстреливались, что мне пришлось накинуть аж 3D-эсера. Вот дальше идёт компрессор вот с такими настройками. Я как всех в кармане ножи. Чуть больше тройки компрессирует. То есть у меня всё по классике. Первый компрессор довольно быстрая атака и долгий релиз. Второй компрессор быстрый релиз и долгая атака. И уже чуть сильнее компрессирует. Я как всех в кармане ножи. Я как всех, а мне дьявол дал щит. Также третий компрессор, который... Я как всех в кармане ножи. ...который довольно сильно компрессирует, но подмешан на 50%. Не знаю почему, но мне так понравилось. И это не всё. Есть ещё четвёртый компрессор. Это AirVox. Здесь немножко долгейта. Не знаю зачем. Чуть-чуть совсем компрессирует. И делаю на него вот такой вот посыл. Я как всех в кармане ножи. Я как всех в кармане ножи. Возможно, я здесь так сильно компрессирую вокал, потому что я здесь неправильно экспортировал вавку. И она довольно сжатая. Чтобы утопить в него вокал, нужно его тоже довольно сильно сжимать. Всё. Ну и по сэндам, как обычно, тут ревер. Подобрал подходящий, приятный пресет. Дальше даблер с эквалайзером, чтобы он не дублировал низкие частоты, потому что создавалась довольно сильная каша. Ещё один сэнд на ревер, который служит румом. И наличие этого рума на самом деле очень важно. Он создаёт второй план и расширяет вокал. И последний сэнд это эхо бой. С такими настройками. Дуал эхо, восьмушками. Ну и переходим сразу же ко второму вокалу. Вот здесь всё то же самое. Эквалайзером вырезаем бубнёж. Здесь я вырезал то, что сильно торчало и резало слух. Какой-то резонанс. Опять-таки автотюн. Уже два диэсера вот с такими настройками. Диэсер ещё помогает, когда вокал довольно резко звучит. Слишком как-то ярко и режет слух. Диэсер поможет сделать звучание более мягким. Компрессор. Быстрая атака, долгий релиз. Довольно сильно тут срезает до четвёрки. Второй компрессор, более долгая атака и быстрый релиз. Потом я ещё немного подиэсил, чтобы он более был похож на первый вокал. То есть если у вас записались даже два совершенно разных по голосу артиста, вам всё равно нужно попытаться как-то привести их к одному звучанию. Путём вот похожих обработок. И желательно плагины все использовать одинаковые и на том, и на том вокале. Но в данном случае у них отличие в том, что на последний вокал я накинул красящий эквалайзер, где поднимал вверх. Немножко добавил полноты. Я как тихо, рубашка висит. Опять-таки, чтобы приблизить к звучанию первого вокала. И примерно в таких же пропорциях отправляю его на сенды. Так, ну и бэки. НС, это деноизер. Потом вот такой вот эквалайзер. Тут особо не заморачиваюсь, просто вырезаю вот так вот агрессивно низ. Срезаю весь вверх, чтобы отдалить их. И также довольно сильно компрессирую. В конце накидываю вот такой вот даблер. И еще делаю вот такую вот асимметрию, ротацию, S1 имиджером. Чтобы звучали немножко в правом ухе. Также вы можете панорамировать бэки. Это тоже очень классно может звучать. Итак, и теперь приступаем к мастерингу. Первый плагин моей цепи, IRTG. Здесь я использую только склеивающую компрессию, как и в прошлом ролике. Я как всех в кармане ножи, я как тихо, рубашка висит. Я как всех, а мне дьявол толщит. То есть это нужно, чтобы склеить бит и голос. Чтобы они как-то взаимодействовали между собой. Срезал ультра низ. И вот тут классная фишка. То есть мы поднимаем высокие частоты, а динамическая эквализация опускаем вниз. То есть когда слишком сильно будут выпирать хай-хат, и он их будет подавлять. Далее имейджер чуть-чуть подрасширил. Далее то, что я еще не показывал, а фильтр Saturn. С ним очень классно трек оживает, только послушайте. И что самое важное, эти настройки мы именно подмешиваем миксом. В этом случае я подмешал на 21%. Далее стандарт клип, софт клип про. Ставим оверсэмплинг. И опускаем это до тех пор, пока трек не начнет просто разваливаться. Вот, то есть клипер срезает все верхние пики, и уже в лимитер гораздо меньше мусора попадает. И тем самым больше громкости можно вытащить. Это первый лимитер. И далее кидаю еще один лимитер. Также аутпут ставим обязательно на минус 0.10, чтобы при рендеринге в mp3 не было никаких клипов. И также тут чуть-чуть добавляю гейна. Ну и все, друзья. Вот такой вот получился ролик. Я надеюсь, вам понравилось, и вы узнали что-то новое. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. К слову, сведение и мастеринг вы можете заказать у меня в группе ВКонтакте. Также у меня там можно приобрести биты. И в заключение хочу сказать, что вы, конечно же, можете записываться на mp3 файл. И даже можете его свести, отмастерить, и это может звучать хорошо. Тем более, используя фишки, которые я вам показал в этом видео. Но если вы хотите профессионально этим заниматься, выкладывать трек на площадке, то вам нужен, как минимум, вав-файл. Ну и все, друзья. Я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. До встречи в следующих видео.